В исторической среде заложен колоссальный плодотворный потенциал. Экономика сохранения гораздо более эффективна, чем экономика сноса и нового строительства. Так считает одна из участниц сегодняшнего форума, Нарина Тютчева, известная своим бережливым отношением к памятникам архитектуры. Нарина сейчас на прямой связи со студией. Нарина, здравствуйте. Говоря о том, что сохранение гораздо более эффективнее, чем сноса и строительство нового, что конкретно вы имеете в виду? А финансовую составляющую или историческую ценность привлечения туристов? Ну, привлечение туристов я подразумеваю в самую последнюю очередь. Обычно в гости ходят к тем, у кого красиво, чисто и благополучно. Мы же живем для себя в первую очередь, и города наши должны быть наполнены полноценной жизнью, энергией и творчеством, и тогда к ним приедут гости для того, чтобы получить не только визуальное впечатление, но и напитаться какой-то позитивной энергией. И поэтому основная наша задача – это как раз дать возможность сохранения и развития этой позитивной энергии городской, энергии жителей, энергии обитателей, ну и, может быть, привлечения новых жителей. Что касается эффективности сохранения, но здесь все довольно просто. Дело в том, что наши города и наша страна, в общем-то, сложилась уже довольно давно. Мы живем не в молодом государстве, которое начало формироваться где-то на пустом месте. Если у нас сегодня уже есть города, пространства, в которых есть жизнь, давайте ей поможем укрепиться и как-то ее разобьем, а не будем создавать все время что-то новое. Кроме того, города и наше пространство городов – это определенные социальные связи, социальные структуры человеческие, которые всегда ломаются, разрушаются, когда мы начинаем что-то ломать и строить новое. Это тоже очень важный цементирующий фактор, и это, собственно говоря, основа, наверное, того, ради чего, в принципе, города создаются. Поэтому мы так внимательно относимся ко всему, что в наших городах уже есть. Кроме того, наследие, которое… Это, в основном, кстати говоря, касается доиндустриальной эпохи, когда все строилось руками, показало свою физическую устойчивость, физическую моральную устойчивость. То есть эти здания не вышли из моды, эти здания, да, немножко состарились, но до сих пор их можно… Они ремонтопригодны, с ними можно взаимодействовать, с ними их можно как-то не только ремонтировать, но и трансформировать. Поэтому это хороший строительный материал для создания каких-то новых качественных пространств. Но опять же, если речь идет о объекте, о территории, которые довольно длительное время уже не используются, вот будет ли целесообразным его восстановление? Ну, каждый раз это совершенно по-разному. Все зависит от того, как долго не использовался, каким образом использовался до этого, какова физика его материала, в каком месте этот объект находится. Это требует очень тщательного анализа, и в результате только анализа можно ответить на этот вопрос. Марина, ну, вы работаете не только в столице, но и в регионах. Вот с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться? Это переговоры с властями, с бизнесом? И есть ли вообще инвесторы, заинтересованные в подобных проектах? Ну, я не могу сказать, что все регионы абсолютно одинаковые. В каждом регионе есть свои вызовы, скажем так, и свои проблемы. Если говорить о самых распространенных проблемах, то, как правило, это проблема ветхого жилья в исторических зданиях. Наверное, это самая распространенная сегодня проблема. И непонимание, как запустить программу ремонта либо реконструкции этих зданий, и при этом оставить жителей именно в центре исторических городов. Поскольку жители, с одной стороны, очень любят свою историю, любят свои исторические центры, и совершенно не понимают, как, с одной стороны, там остаться и сохранить это все, с другой стороны, получить достойный уровень жизни, достойные условия бытовые. Вот это, наверное, самая распространенная проблема. Мы попытались найти алгоритм решения этой проблемы, когда в прошлом году среди школы занимались городом Елец. Невероятно красивый исторический город с красивой природой, дивной архитектурой, очень позитивно настроенными жителями, вообще очень живой город. И, в принципе, там на примере одного из проектов мы попытались показать, как такая программа может развиваться. Также в Ельце есть целый ряд заброшенных выдающихся объектов исторического наследия, культурного наследия, простите, это и табачная фабрика, и старый вокзал, и, в общем, казармы одеженского полка. Целый ряд довольно значительных объектов, которые могли бы быть приспособлены под различные важные, общественные, важные для города функции. Но еще одна проблема для всех малых городов России – это отток населения. Отток населения, отсутствие социальных лифтов, при том, что я не могу сказать, что вся молодежь сегодня готова мчаться в Москву. Москва тоже стала уже, наверное, таким городом, в котором трудно жить, и все пытаются найти какой-то повод остаться, остаться в своих городах. И, наверное, вот эти пустоты, этот ресурс для развития, это в том числе и ресурс для развития деятельности новых поколений, молодежи, их энергии для создания креативных и иных кластеров и создания таким образом социальных лифтов. То есть это, в общем, и социальная программа в том числе. Наринэ, вот какую работу на законодательном уровне необходимо сделать сейчас, чтобы сохранение и актуализация неиспользуемых территорий, вот то, о чем шла речь на градостроительном форуме, не вызывало каких-либо сложностей, чтобы вот все было, скажем так, легко? Ну, легко это делаться вряд ли будет. Давайте будем себя обманывать. Но действительно уже назрел вполне очевидный список тех законодательных мер, которые необходимо принять. Ну, прежде всего, города перестали отвечать своей жизнью той нормативной градостроительной документации, которую эту жизнь пытаются регулировать. Одним словом, генеральные планы с функциональным зонированием городов уже не работают. Нужен совершенно иной подход к формированию документации территориального планирования. И еще очень важно понимать, что мы сегодня находимся в ситуации, когда требуются мультидисциплинарные подходы к развитию пространств, и эти мультидисциплинарные подходы не могут быть универсальными. У меня они для каждого города, для каждого пространства свои, уникальны. И этому может ответить только такой документ, как мастер-план. И, наверное, уже пора мастер-план внести в законодательное пространство законов. Нарина, спасибо вам большое за беседу и удачной реализации ваших проектов.